Аварийный разлив нефти Работники Гомельтранснецдружба показали достаточно серьезную подготовку и выучку. Мы увидели слаженную работу, спокойную, слаженную работу всех звеньев. Сработали настолько четко и профессионально, я хочу сказать, что даже нам, работникам МЧС, кое-чему пришлось поучиться, посмотреть. К числу специалистов, которые участвовали в ликвидации условной аварии, были привлечены сотрудники АВС нефтеперекачивающей станции Гомель, две поисково-патрульные группы и сотрудники АВС ЛПДС МОЗЭК, включая лаборанта для контроля загрязнения водной поверхности и береговой зоны. Это способствовало решению еще одной важной задачи тактико-практических учений – отработке взаимодействия между службами филиалов НПС Гомель и ЛПДС МОЗЭК в процессе ликвидации возможных аварий и устранения их последствий. Важное значение было уделено не только практической и теоретической готовности подразделений к выполнению поставленной задачи, но и безопасности людей при выполнении этих работ. Так, в план практических учений были включены мероприятия по спасению тонущих людей и оказанию им первой медицинской помощи. Прикладываем ухо сюда, слышим, есть ли дыхательные движения, дышат или нет, заодно смотрим, поднимается ли грудная клетка. Так? И третье – проверяем наличие пульса на сонной артерии. Опыт проведения учений показывает, что такие мероприятия позволяют на практике отрабатывать вопросы взаимодействия сил и средств оперативного реагирования, находящимися на всем протяжении магистрального нефтепровода, а также готовности техники и персонала к действиям в чрезвычайной ситуации. В такую сложную погоду, как бы, да, пришлось немножко усилить, усилить свои, так сказать, боевые расчёты. Оценка высокая, молодцы, все сработали по пятибалльной системе на пять. Всего в учениях приняли участие 60 человек из числа специалистов спасательных служб и сотрудников ОАО «Гомельтранснефтдружба». Было задействовано 30 единиц сплавсредств и техники, среди которых пожарное, грузоподъёмное и нефтесборочное оборудование. Ну, итоги учения мы будем ещё подводить. У нас создана специальная группа, штаб, которая входит в специалисты как нашего предприятия, так и специалисты МЧС. Каждый специалист записывает, что получалось, что и не получалось. И после подведения совместного штабного учения мы рассмотрим все результаты и подведём итоги. Но в целом я считаю, что задача выполнена. Представителями Гомельского областного управления МЧС и «Гомельтранснефтдружба» было отмечено, что практическая часть учений прошла на высоком уровне. Был успешно решён целый ряд взаимосвязанных задач. А по результатам учений был проведён разбор и составлен отчёт с кратким описанием технологии работ, эффективности применения методов и средств. Трудно переоценить, конечно, значимость этого мероприятия для нефтепровода «Дружба». Сегодняшнее учение, оперативно-тактическое учение ликвидации аварий на подводном переходе нефтепровода у Неча-Мозырь является одним из этапов подготовки персонала нефтепровода для ликвидации аварий на подводных переходах. Основные выводы ещё будут сделаны, но уже можно с уверенностью утверждать, что профессиональная подготовка персонала Гомель Транснефт Дружба позволяет не только грамотно действовать в условиях любой чрезвычайной ситуации, но и обеспечить предупреждение, локализацию и ликвидацию последствий возможных аварий на подводных переходах магистральных нефтепроводов в условиях межень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова